Что значит аллопеция? Вот к вам пришел на прием пациент, который имеет аллопецию. Первый вопрос, который вы должны себе задать, это аллопеция спонтанная или она самоиндуцированная? То есть это в результате зуда или просто так выпал волос? И если вы понимаете, что аллопеция самоиндуцированная, то идите уже по алгоритму зуда. То есть определяете там другие причины. Это сегодня мы не разбираем. Иногда бывает так, что пациент приходит и владелец говорит, что он не чешется. Но вы видите и понимаете, что это в результате зуда. Если вы не уверены еще в этом, вы можете взять тихоскопию, посмотреть, обломаны ли волосы или нет. И, собственно, это будет доказательство того, что животное чешется, просто владелец этого не видит. И спонтанная аллопеция, она может быть симметричной и очаговой. То есть вы сразу же оцениваете, выпало само, симметрично выпало или очагово выпало. И затем, если это очагово, здесь есть список диагнозов, можете сфотографировать, какие могут быть причины очагово и спонтанная аллопеция. Сейчас мы с вами поговорим именно про симметричные аллопеции, которые делятся на эндокринные и неэндокринные. И вот здесь самый большой затык, как раз-таки отличить эндокринную от неэндокринных. К эндокринным мы отнесем гипотириоз, гиперадренокортицизм и гиперэстрогенизм. А неэндокринные можно разделить на врожденные, то есть животное уже родилось таким, или же поздние аллопеции, то есть со временем облысело. И вот здесь тоже списочек, я не буду читать со слайдов, все это вы видите, можете сфотографировать, какие бывают аллопеции. В целом, в общем-то, многие мы можем прямо посмотреть на животное и сразу понять, какой вид аллопеции у этого животного. То, что выделено цветом, это самое частое, что мы чаще всего видим у наших пациентов. И вот вам примеры, как могут выглядеть неэндокринные аллопеции симметричные. Паттерн аллопеции это очень часто, мы видим вот такое вот облысение, прям вот вся вентральная часть животного, так скажем. Вот, боковая сезонная аллопеция, она вот обычно на боках, но она бывает не боковой и бывает не сезонной, по-разному это бывает. Но вот классическая, это вид географической карты облысения и вот в этих локализациях. Пиодермия бывает, да, то есть тоже бывают такие случаи пиодермии, когда волосы выпадают, и вам кажется, что симметричная аллопеция, но там будут другие симптомы бактериальной инфекции. Эндокринопатия тоже осложняется часто пиодермией, поэтому здесь могут быть некоторые сложности в интерпретации. Но в любом случае вы пролечиваете пиодермию, да, смотрите, что у нас в результате остаётся, оцениваете другие симптомы за эндокринопатией, и таким образом можно будет отличить одно от другого. Здесь ещё также примеры, да, паттерны лопеции некоторых пород собак. Лопеция разбавленного цвета тоже очень хорошо отличить, если есть два цвета, двухцветные, например, животное, вы видите, что волосы одного цвета выпадают, у другого совершенно нормальные. Ну и хотелось бы у вас спросить, да, основные, вот как вы считаете, вообще, как вы думаете, да, чем, как мы можем отличить эндокринную аллопецию от неэндокринной аллопеции? Если я сложна эндокринная, то читаться будет там и там, по идее, правильно? Но, смотрите, я могу вам так сказать, что эндокринная может осложняться пиодермией, и будет чесаться именно пиодермия, то есть из-за пиодермии. И то не у всех, и не всегда она осложняется пиодермией. Вот мы видим, вот возьмем пациента, у которого нет пиодермии, вот, и вы смотрите на него и думаете, это эндокринная аллопеция или это вот какая-то вот такая неэндокринная аллопеция? Кроме кожных признаков должна еще быть симптоматика. Правильно, да. Кроме кожных симптомов, эндокринопатия – это болезнь, ну, грубо говоря, внутреннехорная, системная, да? То есть мы должны увидеть какую-то другую еще, другую симптоматику. То есть основное отличие – системные признаки. А вот то, что она спонтанная, диффузная, симметричная – это одинаково для обоих, для обеих патологий. Вот возраст, начало болезни – еще очень важный такой момент, когда мы можем, ну, скажем, заподозрить больше одну, чем другую. И, значит, почему у нас происходит, вот это вот возникает, эта аллопеция? Потому что у нас получается, что волосы… Давайте вспомним стадии развития волоса. Какие есть стадии? Громче, громче. Громче? Рыбойтесь. Аноген. Аноген, телоген. Да, отлично. Значит, вот волосы, они быстрее переходят в стадию телогена. И таким образом у нас новых растущих волос почти нет, а старые за счет трения, за счет того, что внешние факторы влияют, они выпадают. И быстрее выпадают, да и плюс еще там изменение в волосяном фолликуле происходит. И волосы выпадают, и мы видим аллопецию. Волосы на концах могут быть светлыми за счет того, что ультрафиолет влияет и обесцвечивается. И вот сейчас мы перешли к пациенту. Сейчас Аня вам… Да, сейчас мы просто пройдемся по ряду пациентов и вместе попробуем определить, ну, в целом, чем они болеют и, ну, то есть, разобраться, вот как дифференцировать. У нас есть, ну, представим, да, что у нас есть такой пациент пришел. Вот, то есть, это реальный пациент, который, ну, года, наверное, 4 назад, к нам 3-4, наверное, оттима. Вот, то есть, это немецкий док. Кобель в возрасте 6 лет, он пришел изначально к Насте, потому что более выражена была именно жалоба на внешние признаки, да. Вот, но в целом владельцы жаловались на то, что есть вот изменения кожи, облысения. Сейчас мы дальше посмотрим, как они выглядят. Есть перхоть. При, так скажем, расспросе более, так скажем, подробном, действительно сказали, что есть некоторая вялость, если сравнивать его более, да, то есть, более в раннем возрасте. И что вроде бы и кушает то же самое, двигается примерно так же, то есть, гуляем там долго с ним, ну, то есть, так же, как и раньше гуляли, а он как-то все-таки поднабрал немножко вес. Вот, при осмотре мы видим, что слизистые у него розовые, тургой кожи нормальные, лимфатические узлы нормальные, ну, кондиция 7 из 9, да, то есть, мы оцениваем по баллам. 6 из 9, да, это идеальная кондиция, там, например, 5 из 9 чуть похудее, ну, то есть, знаете, да, эту шкалу ПСАВА по определению кондиции. 7 из 9, это чуть больше нормы. И частота сердец их сокращения 42 удара в минуту, он вроде бы волнуется, но такая вот, как бы, вроде бы чуть пониже, чем ожидалось. Давление 181 на 108, оскудаться нормально, температура 37, слегка пониже, да, и никакого зуда нет, то есть, на коже есть поражение, а зуда нет. Ну, про поражение, Настя, вот сейчас расскажи, пожалуйста. Ну, вот, давайте сначала я вас спрошу, как вы думаете, как можно... Нет, не конкретно никакая болезнь, а именно вот как вы опишите, что видите, то есть, что за, что вот эти за лысые участки. Ну, что я вообще не дерматолог, я бы написала, что... Это шерсть, она не растет, она просто целый тералок, снизу, либо до них. Вопрос такой, а у вас пришел пациент, мы обычно что делаем, вот он пришел, нам же потом ввести, да, и вот, а у нас пациентов-то много, и мы, значит, открываем карту, а там не написано, что там было, а вы не сфоткали, например, да, и вы не знаете, что там было на первом приеме. Поэтому очень удобно для того, чтобы ввести пациенты, описывать поражение терминами, то есть вы прям берете и описываете, что вы видите, что мы видим, чешуйки есть, есть чешуйки. Что еще видим? Гипотрихоз. Гипотрихоз. Да, да, гипотрихоз, местах, третьих. То есть, в точках давления. Есть гиперплазия тканя там на локтях, да, например, то есть, ну, в точках давления, опять-таки. Вот видим чешуйки, видим также еще мелкоочаговый гипотрихоз, да, то есть у этого пациента, я бы даже не сказала, что она симметричная, опять-таки, она как бы симметрична, но за счет того, что точки давления симметричны, а не вот она симметрична. А так в целом нет, у него просто есть множественный очаговый гипотрихоз, ну и пиодермия в точках давления это уже диагноз, то есть, когда мы описываем, просто по-клинически все потом. Папула, возможно, там, ну, здесь не видно, конечно, но на ощупь, да, можно было бы иметь папула, например. Этот ракурс вблизи его локоточков, то есть вот так выглядело, то есть, в принципе, владейство глобально беспокоило именно это, то есть они пришли именно к дерматологу. И ты, по-моему, сразу на Т4 сдавала ТТГ, не помнишь? Ну, да, я, по-моему, это подозрила, и поэтому... Вот, то есть... Ну, не было зуда, ничего такого не было, просто пиодермия в точках давления. Это, на самом деле, такой самый... А я сейчас, что, все карты раскрою? Нет, не раскрывай. Мы уже не знаем, да? Нет, еще ничего не знаем. Нет, не раскрывай. Ладно. Так зачем я вышла? Ну, описать так, что ты хотела сказать. Ну, в общем, пиодермия в точках давления это очень важный симптом для одной болезни. Ну, так скажу. Что ты делала с ним, да? Когда мы видим пиодермию, мы всегда берем соскок на демодекоз, независимо от возраста. В любом случае. Вот это вот прям правило. Пиодермия берем на демодекоз, вот всегда берем. То есть у меня в практике были такие случаи, знаете, вот когда соскок берешь, 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 берешь. Ну, ты же понимаешь, ну, боже, ему 6 или 8 лет. Ну, какой демодекоз в этом возрасте? Он давно не щенок, да, ну, как бы, и вроде цветом, ну, пиодермия, там, очаговая какая-то. И хоп, и демодекоз, да? То есть бывают моменты, когда ты не ожидаешь, и вдруг у тебя, ну, видишь клеща. И тогда ты уже только думаешь, так, а может быть, это, ну, демодекоз в старшем возрасте, это говорит о том, что есть какая-то иммуносупрессия или же есть какие-то, ну, нежележащие болезни, которые запускают развитие, ну, демодекоз, да, размножение демодекоза. И первое, о чем мы должны подумать, это об эндокринопатиях как раз-таки. Ну, в первую очередь, о гиперадренокартицизме, если мы обнаруживаем демодекс у взрослого животного. Ну, в целом мы должны подумать не только о гиперадренокартицизме. Вам, вам вопрос, что бы вы заподозрили у такого пациента. Да, 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 в принципе. Ну, в общем, в список диагнозов для начала, ну, то есть мы пишем тот, который мы более всего заподозрили в первую очередь, и остальные мы тоже все-таки должны, ну, там, где-то на подкорке держать, записать, там, как менее, например, менее-менее подозреваемые, менее вероятные, но в целом бывает так, что мы там заподозрили одно, а получается что-то другое. Ну, действительно, то есть вот мы сегодня, да, так скажем, уже заранее про спойлеры, которые будем говорить про три главные, так скажем, эндокринные болезни, которые сопровождаются лапециями. То есть мы действительно должны в список диагноз включить гипотириозы, гиперадренокартицизм, гиперэстрагенизм. Пускай мы к чему-то более склоняемся, но все равно остальные мы тоже должны косвенно проверить, ну, мало ли, потому что ситуации бывают разные. Вот, и в связи с тем, что вот у вас был такой пациент, ну, то есть у нас был, да, вот мы сейчас посмотрели пациенты, и какие бы вы анализы взяли такому пациенту, чтобы, ну, так скажем, получить дополнительные данные в пользу ваших подозреваемых болезней. Ну, да, то есть это в принципе Т4, ну, а в целом, если пациент пришел без анализов, то... В общем, в общем, да, да, совершенно верно, то есть нам для начала нужно что-то хотела сказать. Да, я прям хочется выкрикнуть, прям хочется выкрикнуть. В общем, когда у нас приходят пациенты, и вы думаете, что это, скорее всего, будет эндокринопатия какая-то, мы не бежим сразу сдавать специфические тесты, да, то есть на Т4, ТТГ, там еще что-то, мы для начала собираем копилку симптомов. Копилка симптомов – это клинические признаки, анамнез и другие стандартные анализы, то есть клинический анализ крови, биохимический, то есть вот здесь как раз, да, в биохимии крови очень важно холестерин и триглицериды, чтобы там были. Да, то есть, например, бывают шпицы, ну, молодые шпицы, лысые часто ко мне приходят, то есть, ну, вот просто вот, что нам сказали, что у нас кушинг и так далее, или там гипотирез или еще что-то, вот, то есть бывает, что, ну, то есть я расспрашиваю, говорят, все нормально, только кожа беспокоит. Я говорю, ну, это, скорее всего, эксалопеция, вот, ну, если слишком беспокоится, то иногда бывает, ну, или дерматолог назначает, то есть просто не сдают биохимию, даже без общих показателей, просто холестерин и триглицериды, потому что повышение холестерина и триглицеридов, то есть достаточно так, ну, может намекнуть, ну, либо не намекнуть, вот, ну, чаще, если все нормально, то эти показатели нормальны, то есть вот для такой собачки глобально вначале, да, мы должны посмотреть, естественно, общие анализы, потому что мы дальше увидим, что определенные эндокринные болезни проявляются в общих анализах определенным образом, вот, и общий анализ крови биохимия с холестерином и триглицеридами и Т4 и ТТГ общий. Если у нас есть прям веское подозрение, то мы можем сразу взять Т4, например, ТТГ я не всегда беру, то есть зависит от того, насколько есть подозрения, ну, то есть бывает, что... Финансово. Да, насколько финансово у людей хватает, потому что если взять все вот эти вместе анализы, конечно, получается изначально дороговато, вот, поэтому тут тоже нужно смотреть. А, кстати говоря, вот как вы думаете, почему вот нужно прям вот брать именно, начинать именно с того, что нужно анализы общие сдать и вот собрать все другие симптомы, почему именно такая тактика, почему сразу мы не берем, ну, мы же подозреваем, почему сразу не берем ТТГ, Т4 и все понятно. Другие сопутствующие патологии? Другие сопутствующие патологии, да, может быть, там это, это такой, кстати говоря, очень хороший ответ, ну, когда есть тяжелые хронические болезни, они могут влиять на гормональные тесты. А еще? Почему? На какой стадии уже находятся? На какой стадии? Потому что мы уже по ним посленно можем предполагать, какие гормоны нам сдавать. Нет, мы, в принципе, изначально уже смотрим и предполагаем, какие нам гормоны сдавать. Ну, мы так делаем, потому что сами гормоны, они не являются, любые тесты вот эти, они не обладают стопроцентной специфичностью и чувствительностью. То есть это не значит, что если мы, вот пришло животное, и мы такие, о, наверное, гипотиреоз, возьмем гормоны. Взяли гормоны, а там в серой зоне, например. И что, и ты такой сидишь и думаешь, ну, не знаю, гипотиреоз или не гипотиреоз. А до этого не собрал все, что там нужно, информации полной нету, и, соответственно, диагноза нету, потому что эти диагнозы, они именно, диагнозы ставятся не только на тестах гормональных, а именно в комплексе. На совокупности костинга. На совокупности. Так, и мы взяли анализы и смотрим, у нас вот такие вот изменения есть, да, то есть посмотрим, что у нас изменено. То есть у нас есть гемоглобины, ретроциты, гематокриты, то есть ниже нормы есть, да, и мы видим, что ядросодержащие ретроциты, ретикулоциты, ну, то есть там ядросодержащие 1, ретикулоциты не повышены, то есть мы можем сделать вывод, что есть первое, анемия, да, то есть у нас есть понижение гемоглобина, ретроциты, гематокрита. Что мы еще можем сказать об этой анемии, какая она? Да, нерегенераторная, правильно, еще какая? Всегда мы должны полностью описать анемию, чтобы, так скажем, составить список дефициантных, да, правильно. То есть если полностью сказать, то мы имеем анемию нерегенераторную, нормохромную, это действительно вот так. Дальше мы смотрим на биохимию этого пациента и видим, что есть повышение по двум показателям, то есть как раз вот холестерин, это глицериды, у нас выше нормы. Мы запомнили, да, то есть в принципе мы получили, с учетом того, что мы подозревали, получили дополнительные монетки в копилочку подозреваемого заболевания, да, то есть мы запомнили, что есть анемия нерегенераторная, нормохромная, и есть повышение холестерина, это глицеридов. И дальше мы смотрим на, то есть именно те гормоны, которую болезнь мы подозревали, да, то есть мы в большей степени подозреваем гипотиреоз, поэтому мы берем общий Т4 и видим, да, что он 6,45. И смотрим на ТТГ, то есть в этом случае мы и ТТГ сдали, ТТГ у нас 5,4, то есть это значительно повыше. То есть вот такой, такие вот совокупность анализов, это классическая картина, ну мы уже с вами заподозрили, то есть в гипотиреоз, да, поэтому скажу, это классическая картина для пациента с гипотиреозом, прям классический-классический пациент, да, то есть вот у классического пациента всегда мы видим, что холестерин 3 глицериды повышены, что есть анемия, что Т4 низкий, ТТГ повышен. К сожалению, у таких классических пациентов, ну, не так уж много, На самом деле чаще все сложнее Да, то есть в большинстве случаев ТТГ может быть в норме Иногда бывает, что Т4 не понижен Иногда бывает, что нету анемии То есть поэтому очень важно именно общее состояние То есть вот недавно мне писали как раз, что у нас есть пациент с классическими симптомами гипотириоза Ну то есть там набор веса, аллопеция, гипотермия, бротикардия Ну то есть прям вот все-все-все, да, холестерин и глицериды повышены Анемия даже есть небольшая А Т4 75, ну то есть повышен Вот, и типа ну что же делать? Вот, но я дальше расскажу То есть в этом случае это все равно гипотириоз То есть есть причина, почему Т4 может быть повышен Вот, это дальше я расскажу То есть в общем, в целом от классического пациента, чтобы вы поняли, да То есть чтобы вы не пропустили Он выглядит так, но очень важно понимать общую картину, симптоматику Потому что бывает, что в анализах, ну то есть что-то не так, как в классике И там вы можете подумать, что не гипотириоз Развести руками и не знать, что дальше делать Вот Обязательно пациентам смотрим УЗИ Даже если мы, ну то есть увидели анализы, уже знаем, что гипотириоз Все равно, ну то есть на всякий случай, в целом, да То есть мы смотрим УЗИ, смотрим надпочечники Потому что, ну разные ситуации бывают То есть есть пациенты, у которых мы думаем, что гипотириоз Потому что мы увидим какую-нибудь опухоль надпочечника, либо увидим большие надпочечники Ну вот, то есть обязательно смотреть УЗИ В целом, если подвести итог, что мы увидим у нашего пациента То есть у него есть совокупность и системных признаков, и кожных, да, поражений Гипотрихоз, аллопеция, сиборея, пиодерма, точек давления И системная брадикардия, гипотирмия, вялость То есть здесь у нас достаточно все классически, вот так выглядит классический пациент с гипотириозом Гипотириоз заподозрили Ну давай Сейчас дерматолог расскажет Про первичные причины гипотириоза Первичный гипотириоз – это самая частая проблема Ну, бывает вторичный, первичный, да То есть первичный – это означает, что проблема в щитовидной железе И самое-самое частое – это лимфоцитарный тиреоэдит Когда у нас идет иммуноопосредованная история И антитела вырабатываются против тиреоперикцида Чаще всего, или тиреоглобулина И начинает разрушаться щитовидная железа И постепенно-постепенно функция ее снижается И, скажем там, разрушение может начинаться еще с года-двух А симптомы проявятся только ближе к шести годам То есть когда уже там ничего почти не останется от щитовидной железы Бывает, что первичным гипотириозом причиной является идиопатическая атрофия Но предполагаю, что, скорее всего, это просто недодиагностированные случаи лимфоцитарного тиреоэдита То есть уже там изначально был лимфоцитарный А потом это все в атрофию перешло И вот, собственно, у нас гипотириоз Могут быть опухоли, но это редко Гаитрогены – это такие питательные вещества Которые, ну, продукты, которые связывают йод И, соответственно, у нас может снижаться функция щитовидной железы Ну, например, там соя В общем, если вы загуглите гаитрогены У людей это более исследовано все То там будет список продуктов, которые могут связывать йод И, собственно, будет развиваться симптоматика Ну и гаитрогенный гипотириоз Когда мы используем при лечении гипотириоза Это у кожи в большей степени, но достаточно редко Либо при удалении щитовидной железы, если там есть образование Да, давайте посмотрим теперь на классические симптомы гипотириоза Как это на похоже проявляется Основное – это, естественно, аллопеция, гипотрихоз Диффузная потеря шерсти обычно Гиперпигментация частенько То есть не было никаких симптомов воспалительного процесса Но при этом пигмент откладывается Частенько у нас лосеет хвост Вот такой вот красивый хвостик характерный Часто бывают еще аллопеции на спинке носа Периодически, я бы не сказала, что часто Но эндокринопатии, ну все, да, эндокринопатии Они могут осложняться пиодермой И вот тех пациентов, которые я видела Обычно это поверхностная пиодерма Очень редко бывает какая-то глубокая И, соответственно, это сиборея, могут быть там пустулы, эритема Ну, какие-то вот симптоматики поверхностной пиодермии И она не чешется часто Часто не чешется Да, не чешется Ну, она обычно, историк, когда мы собираем анамнез, да Нам пациент рассказывает, что вот Очень важный вопрос для дерматолога Это с чего началось И когда пациент говорит, вот начала вы сеть И там потом И вы спрашиваете, а чешется на сегодняшний день? Да, например, чешется Там оцениваем по баллам, допустим Из 10-ти два балла, да То есть не сильный, слабый зуд И когда начинает, спрашиваем, когда начинает чесаться Понимаем, что зуд присоединился позднее То есть изначально наше первичное поражение было Это лапеция, например, да То есть без зуда Ну, это вот очень важная такая история Для даже для постановки диагноза Значит, вот это вот сиборея И гипотиреоз частенько проявляется сибореей То есть много чешуек Даже бывает проявляется Может проявляться только отитом В виде цирруминозного отита Когда у нас образуется много сера То есть, допустим, мы видим Какие-то... Это обычно пациенты могут быть даже наоборот То есть от эндокринолога к дерматологу То есть когда заподозрили какие-то системные симптомы Увидели, да И потом там эндокринолог увидел, что там что-то в ушах И отправил к дерматологу Мы там видим цирруминозный отит Либо осложненный бактериальной инфекцией Или мелансезиозный Вот этот цирруминозный отит осложненный И это происходит за счет того, что идет нарушение выработки стерола Нарушение жирового обмена То есть там снижаются барьерные функции кожи И, соответственно, у нас появляется вообще большая склонность к бактериальной инфекции Ну и избыточное образование чешуек Про пиодерму мы с вами поговорили То есть пиодерма, да Возникает за счет того, что у нас идет снижение вот этого клеточного гуморального иммунитета в коже И вырабатывается меньше сала Сальные железы хуже работают А именно сальные железы вырабатывают у нас естественные физиологические антибиотики Это бета-детензина То есть которые скапливаются в волосяном фолликуле И обеспечивают нам защиту от инфекций То есть идет нарушение именно в этой зоне И, соответственно, склонность к бактериальной инфекции возрастает Такой самый классный симптом Очень характерный, но очень-очень редкий Это миксидема Ну редкий Мне ни разу не попадалось Но вот два пациента с отеком То есть когда у нас идет скопление гиалуроновой кислоты То есть тероксин отвечает за то, чтобы, грубо говоря, разгонять гиалуроновую кислоту из кожи А так как его стало мало, то гиалуроновая кислота скапливается больше И, соответственно, она тянет на себя воду И у нас мы видим в результате отек кожи Но вот эта фотография, это уже такой очень продвинутый случай гипотириоза Это не наша, это из книжки Да, обычно вот такие пациенты, мне кажется, их очень сложно найти Сейчас все-таки врачи более нацелены на постановку диагноза И раньше ставили этот диагноз, поэтому до такого случая, мне кажется, уже не наше время Давайте подведем немножечко итоги Ну так, чуть-чуть Какие основные недерматологические признаки гипотириоза? Вот основное, на что вы будете нацеливаться? Не по коже Не по коже Плюрия, полидипсия, анализы Плюрия, полидипсия Не было Анализы, что именно? Анемия Да, триглицериды, христианин повышается Да, все верно А дерматологические признаки? Слушай, ты хочешь добавить еще? Нет Аллопеция Чешуйки Не расслышала громче Сиборея, демодекоз, пиодерма Пиодерма, демодекоз, я бы не сказала, что здесь часто Да, конечно, пиодермия по-любому берем в любом случае Ну, в целом, да Здесь еще такая фотография, да? Ну, что вы будете прям Как думаете, надо спросить Где что? Две собачки? Две собачки, например, вот темнее такса Как вы думаете, что у нее? Там пожарная лапеция Гипотериоза Да, ну вот так вот, конечно, ставить диагноз Это паттерн лапеция Гипотериоза Невозможно, да Это мы просто вам показали, что Вот, это очень похоже И пациенты, да? Даже больше, как бы, мы хотим сказать о том, что Здесь нужно именно поговорить с владельцами То есть, ну, во-первых, возраст, да? Во-вторых, там, ну, есть ли системные поражения То есть, это очень похоже, да? Но поговорив, вы уже можете поставить какую-то дифференциацию Привести И диагнозы, которые мы обычно пишем Да, вот это видео Ну, это не именно дерматолог пишет Да, да, ну, то есть, какие мы можем предположить Да, то есть, я написала тут Все, которые можно, возможно, да? Но все равно мы смотрим по собаке Смотрим, что мы видим И, соответственно, вычеркиваем то, что мы уже понимаем, что это точно не оно, да? Пиодермию, домодекоздерматофетию имеет смысл исключить Ну, и неэндокринная лапеция Там, возможно, фолликулярную дисплазию, паттерн лапеция И эндокринные дерматозы, предполагаем Если еще, ну, соответствующая симптоматика у нас есть Ну, и, собственно, вот это основные, да, наши патологии Эндокринопатии, которые можно предположить у наших совместных пациентов Так, и теперь вот как раз про тот случай, который случился И в целом у меня такие случаи были Когда у нас что-то непонятное То есть есть вроде пациент с гипотириозом Но по анализам и как-то нам непонятно, да? То есть в классическом варианте ТТГ выше нормы Но вот как раз тот случай, да, когда Настя сказала Что там с года-двух начинает поражаться щитовидная железа Аутоиммунная тиреиди, да? И вот в начале ТТГ чаще выше, да? То есть в начале ТТГ, то есть гипофиз реагирует на то, что Ну, то есть щитовидная железа начинает плохо работать То есть выделяет меньше гормона, и ТТГ повышается Чем длительная болезнь течет, то есть тем, так скажем, чем более выраженный гипотириозник у нас на приеме Чем чаще ТТГ может быть в пределах, точнее ТТГ может быть в норме Вот, то есть или ниже нормы, но мы не можем сказать Потому что норма у ТТГ от нуля до 0,5 Вот, но, то есть если вы получаете ТТГ в норме Либо на нуле, это не значит, что не нужно думать о гипотириозе То есть все-таки гипотириоз возможен А, да я хотела сказать, что ты как это, ты такой стараешься, что-то делаешь, делаешь Делаешь, типа давай работай, давай работай, давай работай Она не работает, она говорит, да ну тебя нафиг, не буду больше Да, то есть у гипофиза именно так, то есть ТТГ именно так думает Так, вообще хотела по Т4 сказать, что-то вот нет слайда Ну, короче, вот про ту ситуацию, когда Т4 в норме, либо выше норма Когда у нас есть характерные симптомы гипотириоза То есть, так как самая распространенная причина гипотириоза Это аутоиммунный тиреодит, то есть есть антитела, которые, грубо говоря, разрушают щитовидную железу То, что мы измеряем Т4 общий, то есть это Т4 связанный с белками То есть белками, на которых вот есть эти антитела Поэтому, если у нас антител циркулирует много То тот вот, так скажем, набор, который измеряет Т4 общий Воспринимает эти антитела как Т4 И аппарат выдает высокие цифры То есть, когда мы видим классического пациента с гипотириозом Получаем высокие цифры, мы можем заподозрить, что Т4 ложно завышен за счет антител Здесь у нас два варианта В идеале, когда мы получаем такую картину, мы, по идее, должны померить свободные Т4 Но, к сожалению, в России это сложно сделать, потому что свободный Т4 Ну, то есть, в человеческую лабораторию не отослать Потому что свободный Т4 специфичен Есть золотой стандарт Т4 свободный методом равноместного диализа Который доступен только за границей Вот, то есть, ну, это нереально отослать, потому что кровь не доедет Поэтому мы второй вариант можем рассматривать И мы можем померить антитела То есть, есть наборы, которые измеряют антитела Я не скажу, что прямо это очень слишком нужно Вот, скорее всего, возможно, это даже неисполнимо В плане того, что у нас было время Ну, то есть, было время, когда у нас был этот набор Но так как такие пациенты, ну, встречаются редко То набор пропал Ну, то есть, просто потому что там раз в год измерить То есть, ну, срок годности этого набора не окупился Поэтому у нас перестали закупать этот набор Вот, поэтому если я получаю такого пациента, у которого нормальный Т4 Либо повышен Т4, я говорю, что, ну, вот, не переживайте То есть, у нас все симптомы гипотиреза есть Мы ставим этот диагноз У нас есть повышение Т4 потому-то, потому-то То есть, нужно объяснить, почему может быть Т4 повышен Но все равно гипотирез есть Вот, и мы все равно будем лечить Вот, то есть, было бы супер, конечно, если бы у нас появился свободный Т4 Да, чтобы мы могли померить его свободным Вот, поэтому, опять же Здесь я тоже еще потом попозже буду по Т4 говорить отдельно То есть, измерение просто, да То есть, вот, бывает, приходят там пациенты разные Ну, то есть, и у них там разные гормоны Там кортизол, Т4, прогестерон, еще что-то там померено То есть, так не нужно делать То есть, нужно собрать именно симптом То есть, гормональный тест – это то, что чисто нам подтвердит, да Наше подозрение Самое важное, что мы думаем первостепенно То есть, мы должны знать, что есть конкретные эндокринные болезни Которые проявляются конкретными симптомами И мы, когда уже знаем, какую мы болезнь подтверждаем Мы выбираем конкретный тест Потому что очень много вариантов, когда Т4 низкий Люди приходят ко мне У нас вот сказали нам, что гипотирез Но далеко не гипотирез То есть, очень много вариантов, когда Т4 будет просто понижен Ну, вот просто вот потому То есть, есть такой вот тироид с СИК-синдром Поэтому Есть породы, у которых понижен физиологически Т4 То есть, много-много вариантов В нашем случае, да, то есть, мы получили пациента классического И мы назначаем лечение Лечение достаточно несложно В принципе, болезнь такая лечится Ну, то есть, самая любимая из моих То есть, препарат не опасный Ничего такого в нем нету Это либо айтирокс, либо айтироксин, берлин, химия Стартовая доза 15-20 микрограмм на килограмм Каждые 12 часов Есть статьи, где рассматривается вариант применения раз в сутки То есть, в принципе, у меня есть некоторые пациенты, кто на раз в сутки Вот, и в принципе, все нормально Ну, тут уже как выбирать То есть, изначально, конечно, старайтесь на 12 часов назначать И уже, ну, то есть, смотреть Бывает, иногда, через некоторое время Я говорю, что можно попробовать перейти на один раз Вот, ну, тут такой момент Можно пробовать и так, и так И обязательно, когда мы назначаем препарат Проговорить один момент важный Который всегда Ну, то есть, у меня были случаи, когда я забывала сказать А потом мне владельцы писали Кажется, нам ошиблись с дозой Ну, то есть, когда мы назначаем собаке, да, в такую дозу То получается, для собаки намного больше, чем для человека Вот, и мне там люди пишут, что Я сама пью 100 микрограмм, а вот моей собачке 300 То есть, это вы точно ошиблись То есть, нужно заранее, когда вы назначаете Эватирок Сказать, что, ну, то есть, не стоит, ну, то есть, пугаться Доза для вашей собачки будет больше, чем на среднестатистического человека Это нормально, потому что метаболизм этих лекарств у животных происходит по-другому Вот, поэтому это обязательно проговорить Потом обязательно проговорить, что саму лекарство нужно давать на голодный желудок За полчаса до приема пищи И, ну, то есть, прописываем, что через примерно месяц Мы должны проверить, насколько доза нам адекватна, да И мы обязательно повторяем анализ на 4-6 час после дачи лекарства Это очень важно, то есть, его нельзя просто так взять И в любое время прийти Его нужно попасть именно в 4-6 час после дачи препарата И мы смотрим на уровень Т4 То есть, наша цель, чтобы на фоне лечения Т4 было в районе 45, плюс-минус В случае, когда Т4 изначально в норме, да, вот эти случаи, да, когда есть гипотиреоз Но Т4 нормальный либо высокий Здесь достаточно сложно, но мы ориентируемся чаще просто по симптомам То есть, иногда через некоторое время То есть, ну, например, когда мы ставим диагноз, он высокий А через месяц сдается снова, а он уже низкий, да И тогда мы просто повышаем дозу То есть, здесь мы ориентируемся на совокупность факторов Так, по гипотиреозу Есть вопросы? Что-то непонятно? Или всё понятно? Можно вопрос? По лечению Да, да Допустим, там 2 раза в день, каждый 12 часов можно давать препарат И вот, допустим, мы захотели перейти на 1 раз в день Мы переходим, сдаём показатель, правильно, Т4 И видим, что можно перейти Перешли Контроль также через месяц будет? Да, да, контроль Ну, по общим состояниям вы обычно говорите, что То есть, ну, замечаете общее состояние То есть, вялость, степень вялости То есть, ну, вот всё, что происходит Вот, если владельцы говорят, что всё хорошо, ничего не меняется То, ну, то есть, спешить с повторным измерением Т4 можно не спешить То есть, можно через месяц, полтора Да, да И теперь у нас второй пациент По кличке Найс Представим, да, что к нам пришла вот такая вот так Такса в районе 9 лет возраст И владельцы жалуются на то, что собака стала много пить Много писать, много есть Облысела Немножко изменилась кожа Увеличился объём живота И вот все вот эти вот изменения, которые на коже есть Ну, то есть, собаку не беспокоит Она их не трогает, не чешет Ничего, ну, то есть, не зудит При осмотре мы видим, что у собаки есть гипотрихоз Симметричная лапеция То есть, вот как вот с левой стороны она такая Такая она и с правой, да То есть, здесь такая классическая симметричная лапеция Увеличение объёма живота Пергаментность кожи Частота силических сокращений, давление Асклютация нормальная Лапки её выглядели вот таким образом Настя, что ты скажешь по этим лапкам? Как назвать? Как обозвать эти лапки? Давайте выскочить сначала Что вы думаете? Складки Складки Ну, в любом случае есть бактерии Прямо как с ними Ну, в любом случае, там скалка В любом бактерии Складки, это хороший комментарий Гипотрихоз, да, лапеция А складки, вкладчатость Она за счёт чего? За счёт того, что Идёт воспалительный процесс И, вероятнее всего Собака, когда льдала Уже вторично После бактериального воспаления Это называется химификация То есть, за счёт трения У нас утолщается кожа И привязываются в лапки Ну, такие, да Да, то есть, лапки выглядели вот так Ну, в целом, да Мы увидели пациента И я спрошу теперь вас Что бы вы заподозрили в данном варианте? Кушинг Ну, прям супер Ну, да, действительно Это первое, что мы заподозрили Ну, то есть И внешний вид такой Ну, и одновременно всё-таки Всегда, когда есть подозрение на кушинг Всегда должно быть мысли о сахарном диабете Потому что у некоторых пациентов С кушингом, ну, редко Ну, бывает Параллельно идёт сахарный диабет То есть, естественно Он, ну, то есть Такса так не выглядит Из-за сахарного диабета Но вполне Ну, то есть Были случаи Когда, ну, то есть Синдром кушинга поставили У нас в биохимический анализ Не входит глюкоза То есть, вот Ну, бывают случаи Когда ты забываешь померить глюкозу А потом ещё оказывается Что глюкоза высокая Поэтому говорю вам Что не нужно забывать Измерять глюкозу То есть, даже если вы думаете Что кушинг Ну, то есть Очень всё классически Всё увидели То есть, всегда нужно померить глюкозу И какие бы анализы Вы такому пациенту назначили Да, действительно То есть Мы заподозрили болезнь И мы должны Получить, так скажем Дополнительные данные За нашу подозреваемую болезнь Мы обязательно берём Общий анализ крови Биохимию крови Общий анализ мочи И измеряем уровень глюкозы Потом Постепенно Я вам расскажу Зачем В принципе Весь этот набор В Общем анализе крови В целом Мы видим Что только Повышено Общее Нет, даже не только Ну, в общем Лейкоциты Повышены Да, общее количество И в лейкограмме Видим Сдвиг влево Да, у нас есть То есть Палочка ядерная Повышена Сегмента ядерная То есть есть Сдвиг влево Такой вот анализ По Биохимическому анализу Мы видим Следующее изменение То есть у нас Немножко повышена АЛТ Повышена Щелочная фосфатаза Повышен холестерин Повышены Треглицериды То есть вот глобально Вот такие вот У нас изменения И в принципе Видя такие изменения Мы действительно Получаем дополнительные данные Дополнительные монетки В сторону подозреваемого Кушинга И мы измерили глюкозу Глюкоза 6,8 Это в принципе норма Для собаки Здесь мы выдохнули Слава богу Что у Кушингоида Еще нет диабета Потому что иначе Это смесь Боже мой Ужасная Вот То есть В классическом варианте Ну в принципе Для Кушинга Ну чаще все-таки Эти изменения Которые Вы на экране видите Это все-таки Наблюдаются достаточно часто Очень редко Когда мы можем видеть Пациента с Кушингом Например У которого нормальная Щелочная фосфатаза То есть Таких пациентов Редко-редко То есть они встречаются Но в большинстве случаев У пациентов с Кушингом Повышена щелочная фосфатаза В разной степени У некоторых там 200-300 У некоторых там 3-4 тысячи То есть Она может быть Такой высокой И это не означает Что у них Кушинг хуже Как-то Да Вот Но иногда бывает Что при опухолях надпочечника Когда Кушинг у нас Не гипофизарный Да У нас еще два варианта Кушинга бывает А по причине опухолей надпочника Иногда бывает Щелочная фосфатаза Чуть повыше Но в любом случае Мы по уровню щелочной фосфатазы Такие выводы не делаем Да То есть Чтобы определить Какой тип Мы просто диагностируем дальше Следующими методами О которых я сейчас расскажу Повышение холестерина Очень характерный признак И Ну то есть Повышение ЛТ Тоже достаточно часто Выглядит Часто наблюдается У некоторых пациентов Еще понижена мочевина То есть Тоже такое бывает Ну достаточно Ну в 50% Наверное так можем сказать По клиническому анализу Нейтрофилия Моноцитоз Лимфопения Зинопения Достаточно такой тоже Выраженный признак Ты пришла? Я просто жду А Я жду Я жду Вот Все эти изменения Намекнут о том Что действительно Кушенко Мы подозреваем Что мы действительно Подозреваем В том ключе Которым нужно В случае С такими пациентами Мы всегда делаем УЗИ Всегда оцениваем органы И всегда смотрим Надпочечники В случае В случае Нашем Мы обнаружили Просто увеличение Надпочечника Здесь немножко В принципе Вот это третье измерение Оно немножко лишнее То есть Мы всегда находим Надпочечник В продольном срезе И мы всегда Измеряем Самый главный показатель Это толщина Каудального полюса То есть Вот этого Единичка Цифра Остальные размеры Мы в общем-то Не меряем Если мы не нашли Образование Или что-то Несимметричное То есть Если мы видим Что надпочечник Нормальной формы Какой он и должен быть То есть Бобовидной Либо туфельковидной Формы То мы Измеряем Просто толщину Каудального полюса Видим Что этого пациента У нас 6,8 И мы должны знать Какие нормы Вообще должны быть Для надпочечников То есть Если мы нашли Надпочечники Нашли их В продольном срезе Четко Вывели То для собак Меньше 10 кг Норма То есть Максимальная толщина Каудального полюса 5,4 мм То все Что больше Мы уже пишем Что гиперплазия Для собак 10-30 кг Это 6,8 Циферка Максимальная толщина Для собак Больше 30 кг Это 8 мм Для кошек В среднем 4,3 мм Плюс-минус 0,3 мм То есть Для них Размеры Надпочечников Такие То есть Увидя такой надпочечник Мы делаем вывод Что Надпочечник Гиперплазирован Слегка И Находим второй надпочечник Я почему-то не включила Второй надпочечник То есть Второй надпочечник Обычно Если мы находим Увеличенный Левые То чаще Мы предполагаем Что должен быть Увеличенный Правый Если Например Мы находим Опухоль надпочечника То мы можем Подозревать Что другой надпочечник Будет либо уменьшен Если это Кушинг То чаще digestive Надпочечника Кушинг То есть Есть опухоль надпочечника Второй надпочечник Часто уменьшается Потому что Ему не нужно Работать Потому что Опухоль Вырабатывает Все что нужно И второй надпочечник Атрофируется То есть Либо мы его варианты, сейчас я, конечно, вас буду запутывать, потому что сейчас много чего расскажу, но бывают варианты, когда мы находим опухоль надпочечника, но все равно Кушинг у нас гипофизарный, мы находим увеличенный второй надпочечник. Вот, то есть просто опухоль это случайная находка, она ничем не грозит. Много вариантов бывает на самом деле. Вот, а потом еще расскажу про эти варианты. Там вообще целый лес вариантов, но глобально мы должны знать, что Кушинг у нас есть гипофизарный, наиболее частая форма 70%, да, то есть в гипофизе есть аденома, которая выделяет адренокортикотропный гормон, который заставляет надпочечники активно работать, они просто симметрично гиперплазируются. И второй вариант, менее распространенный, когда мы находим опухоль на одном надпочечнике, либо на двух надпочечниках, это у нас надпочечниковая форма. И вот теперь вопрос, какие бы специфичные тесты вы выбрали, чтобы подтвердить Кушинг? Так. Ну, давайте тогда определимся, что все-таки кортизол, креатин в моче, либо малая дексаметазоновая проба. Подтвердить. Ну, правильно. То есть, в принципе, вариантов, то есть, золотой стандарт, и самый главный в данном случае вариант малая дексаметазоновая проба, потому что, в принципе, мы, ну, то есть, прям вот получили все данные из Акушинга, нам нужно его подтвердить. Кортизол, креатинин можно использовать, это скрининг-тест, как бы, чтобы в большей степени даже исключить. Потому что, если мы получим кортизол, креатинин высокий, мы все равно должны делать малую дексаметазоновую пробу, потому что на фоне кортизола, креатинина, высокого, мы не можем назначить лечение Акушингоиду. Вот, потому что при стрессе, при каких-то других болезнях, не связанных с эндокринной системой, соотношение кортизол-креатинин может быть повышено. Но есть другая ситуация, то есть, когда мы, ну, то есть, ну, вроде как, похоже на Кушинг, вот часто, наверное, у дерматологов бывает, да, то есть, ну, вот вроде что-то может быть есть, вот эти кожные поражения, пиодермия, демодекоз, вот, и дерматолог думает, ну, может быть, Кушинг, и вот дерматолог бывает назначает кортизол-креатинин, чтобы посмотреть, ну, то есть, подтвердить. Если, например, он будет высокий, то есть, она, Настя, направит ко мне. Если, например, будет низкий, она скажет, что, значит, пока нет, ну, то есть, так ты сделаешь. Нет? Ну, скажем так, раньше я частенько врала, а сейчас что-то я стала больше на малодексаметазоновую пробу смотреть, сразу же беру малодексаметазоновую, ну, направляю их на пробу, и потом к эндокринологу сразу же. Вот, ну, ну, кортизол-креатин, в принципе, хороший вариант. Ну, нет, на самом деле, вредноватый вариант, потому что у меня были пациенты, ну, я не знаю, как так получилось, но несколько пациентов было, что, то есть, я вижу, что конкретно Кушингует, прям, ну, вот, все как хорошо, и вот что-то меня дернуло, короче, говорю, ну, сдайте кортизол-креатин, а он приходит нормальный. И вот, как бы, я себя сама, ну, посадила в лужу, потому что, ну, я знала, что у пациента Кушинг, его уже надо лечить, потому что нужно было просто назначить малую космезоновую пробу. Можно, кстати говоря, по этому поводу хочу сказать, вот, говорила про специфичность и чувствительность проб, так вот, у кортизола-креатинена, как раз-таки, там такая история, что, ну, это же не стопроцентный тоже способ, да, и вот у Ани-то пришла норма, хотя эта проба, она как раз-таки на подтверждение нормы больше, то есть, если мы берем анализ, и у нас там норма, то есть большая вероятность того, что действительно Кушинга нет, а если выше нормы, то это ничего не значит, потому что очень, ну, как бы, не информативная эта история, вот, поэтому, но все равно у нас, даже если в норме, все равно, вот, как, ну, бывают случаи, когда все-таки это оказывается неверным, да, потому что все равно не стопроцентная чувствительность и специфичность, тем более. Ну, наверное, так, чтобы вы поняли, наверное, надо привести примеры пациентов, в каком случае мы малую космезонную пробу назначаем, в каком случае кортизол-креатинин. Ну, то есть, вот, предположим, данному пациенту, у которого мы прямо уверены, да, что есть Кушинга, мы уже готовы его лечить, потому что симптомы выражены, да, то есть, очень выражены полиурея, полидепсия, полифагия, то есть, все изменения. В данном случае, когда мы хотим уже начать лечить, мы назначаем малую космезонную пробу. Из недавних пациентов, которым я назначила кортизол-креатинин, была следующая ситуация, то есть, там была собачка, порода Йорк, и, то есть, она пришла от ортопедов по причине того, что, ну, то есть, у нее вывихиваются задние лапки, ну, то есть, 8-летний Йорк, и, то есть, вывихи обоих, не тазобедренных, ну, может быть, тазобедренных, коленных, то есть, вывихи, и, ну, толстенькая такая, то есть, с кожей, в принципе, все нормально, ну, то есть, вот, но есть из-за этих вывихов небольшое, как, скажем, почти как стопохождение, то есть, ну, представляете, да, чуть-чуть опущены лапки, вот, и невролог отправил ко мне с подозрением, что, может быть, есть кушанг, я смотрю, ну, то есть, расспрашиваю эту собаку, то есть, они больше, в принципе, ни на что не жалуются, нет, ни полиурии, ни полидевсии, ну, то есть, как она говорит, то нет, она пьет, вот, как всегда, пила, и кушает тоже, как всегда, пила, вот. Кушала. Ну, в смысле. Кушает, как пила. Она любит мальчик. Ну, да, кушала, кушает, как кушала, то есть, как бы, вроде бы, как закушан, никаких данных нет. Вот, и я смотрю надпочечники, потому что, ну, то есть, разные варианты бывают, ну, бывают такие пациенты с кушангами, у которых нет полиурии и полидепсии. Бывают. Вот, поэтому все-таки мы смотрим дальше, то есть, смотрим надпочечники, надпочечники, я смотрю, они там 5,7, ну, то есть, норма у нас, да, 5,4, ну, буквально 2-3 миллиметра, но она не выглядит нормально, то есть, вот, как будто бы, вроде как, чуть побольше, ну, то есть, непонятно. То есть, вроде бы, как бы, чуть-чуть небольшая гиперплазия есть, но, а второй там вообще, по-моему, 5,3 был, ну, то есть, такое пограничное значение. И вот в этом случае я говорю, что пока я не знаю, то есть, как бы, вроде, вывихи есть, то есть, как бы, вроде, какие-то данные есть за то, что, может быть, есть именно системная болезнь, но, судя по анамнезу, судя по тому, что вы мне рассказали, судя по тому, что я вижу на УЗИ, то есть, по идее, кушинг, когда уже вызывает изменения в сухожилиях, да, вывихи сустава, должен быть более выражен, да, то есть, более, надпочники должны бы, по идее, быть увеличены в классическом варианте. Вот в этом случае я сказала, что сдайте, пожалуйста, кортизол креатинин, чтобы нам понимать, двигаться нам дальше в сторону кушинга или нет. То есть, в этом случае кортизол креатинин пришел нормальный, я говорю, что вот я вам про симптомы кушинга рассказала, то есть, ну, когда я расспрашиваю, да, я говорю, что вот, ну, расспрашиваю, какие симптомы есть, если люди не описывают мне эти симптомы, я все равно говорю, как может проявляться. Вот, и я говорю, что вот вы симптомы кушинга поняли, теперь наблюдаем. То есть, судя по кортизолу креатинина, у нас низкий уровень, скорее всего, кушинга нет, и в будущем его тоже не будет. но вы знаете симптомы на всякий случай наблюдайте смотрите появятся эти симптомы в будущем на всякий случай потому что бывали случаи что через некоторое время все-таки симптомы проявлялись и что я хотела еще сказать то есть вот в этом случае в итоге у этой собаки нашли опухоль в прямой кишке карциному то есть и вот это вот стопохождение и вывиха суставов не был как пара неопластический синдром то есть после этой удаления этой опухоли резекции ну то есть она потихонечку восстановилась ну то есть все нормально то есть бывают вот такие разные варианты вот этот пример когда мы можем взять кортизол креатинина моче то есть тогда когда мы вроде как вот ну что там похоже но мы как-то точно не уверены то есть можно прибегать к этому анализу если мы уверены точно что что у нас кушенгоид то мы делаем малую дексамизоновую пробу и вот такую малую дексамизоновую пробу мы увидели у нашего пациента что вы можете сказать кто-нибудь с кушенгом встречался кого-нибудь есть пациенты ну да то есть мы всегда обращаем внимание на уровень кортизола на восьмой четвертый час да то есть должны обязательно посмотреть что это за цифры вот такая вот она я схемка можете с по этому коду перейти там будет ну такой pdf файл где вот это вот ну схема расшифровки мало дексамизоны пробы имеется то есть мы смотрим сначала на кортизол на 8 час в случае кушенга он должен быть повышен то есть если кортизол на 8 час выше нормы лаборатории либо выше 40 то мы не доступа вот черт ну фотографируйте там в принципе то же самое не знаю почему корявенько сделала ну я не знаю попробуй сосканируй значит если кортизол на 8 час больше 40 либо выше нормы лаборатории то есть нужно обращать внимание у некоторых лабораторий норма может быть другой но чаще это либо 27 либо 40 вот у нашей лаборатории было сначала норма 40 последнее время у нас норма стала 27 то здесь мы обращаем на норму лаборатории то есть если он выше мы делаем выбор что кушенг есть дальше мы должны посмотреть на кортизол на 4 час какой он будет на 4 час если кортизол на 4 час короче на перерыве просто подойдите вот сканировать и оставим на этом слайде если кортизол на 4 час или восьмой час ниже уровня базального ну то есть принципе как мы увидели у нашего пациента вот да такая вот ну вот такая вот кривая до в ней вниз и вверх то мы делаем вывод что у пациента гипофизарная форма если у нас примерно одинаковые все значения то здесь можно заподозрить надпочечниковый вариант то есть когда есть опухоль надпочечника но есть вероятность что все-таки гипофизарная форма есть если у нас кортизол на 8 час меньше 40 или меньше нормы лаборатории мы можем чаще сделать вывод что кушенга нет но все равно мы должны посмотреть на кортизол на 4 час здесь может быть тоже 2 2 2 варианта бывает что на 4 час также кортизол ниже ниже нормы то есть низкий да то есть базально у нас на предположим 200 кортизол на 4 8 час ну типа 20 10 ну такие цифры не невысокие мы делаем вывод что это проба отрицательный кушенг мы не подтвердили но бывает так что на 8 час кортизол низкий она 4 час высокий то есть получается что на 4 час высокий а потом низкий в этом случае возможен кушенг это называется инверсивный паттерн но такие пациенты не часто бывают но бывают то есть если мы имеем пациентов с классическим проявлением кушенга и видим вот такую пробу мы все-таки ее я расцениваю как положительную так ну давайте попробуем расшифровать вот эту пробу что вы скажете про эту пробу то есть мы смотрим первым делом на кортизол на 8 час я тоже вначале у меня была памятка такая то есть мне вначале было очень сложно расшифровывать пробы у меня была памятка и вот прям смотрела по ней то есть вот смотрим на кортизол на 8 час какой он у нас высокий до кортизол на 8 час высокий дальше мы сравниваем цифры между собой мы видим цифру 182 145 241 то есть 241 и 145 ну практически плюс-минус два раза меньше то есть вот это вот опускание то здесь мы можем сделать вывод что скорее всего кушенг именно гипофизарный вот такая проба чтобы вы сказали нормально да то есть мы смотрим на 8 час у нас 15 4 смотрим на четвертый час 22 ну то есть все цифры низкие это нормальная проба здесь мы кушинг не подтвердили то есть чем она нам поможет в чем в чем почему она вообще золотой стандарт почему именно она рекомендуется для подтверждения диагноза мало того что она подтверждает нам кушинг да то есть она говорит есть и кушинг или нет она еще намекает на то какого круг кушинг происхождения предположим что у нас такой сложный пациент и мы на узи увидели образование одного надпочечника дай ну и второй какой-то то есть не просто классический киперплазия что-то непонятное какая-то вроде как опухоль и мы думаем что опухоль вот и думаем опухоль там или что то есть но такие сложные варианты бывают и малая дексимизонная проба нам скажет в этом случае какого варианта кушинг то есть у меня бы есть пациент у которых есть как образование да то есть один надпочечник больше чем второй вот и ну то есть можно было подумать что здесь надпочечник кушинг но нет то есть проба показывает за счет вот этого опускания до за счет разницы какого происхождения кушинг и если у нас нет супрессии то есть на циферки примерно одинаковые между собой да на базальные на 4 на 8 час то в большинстве случаев это можно сказать что есть надпочечнивый кушинг да то есть мы увидели опухоль надпочечника получили такую пробу можно сделать вывод что кушинг у нас надпочечник но некоторая часть пациентов с гипофизарной формой тоже может выдавать такую пробу и дальше когда мы такое видим мы должны дополнительно то есть сделать вывод либо по узи если мы уверены что увидели гиперплазию билатеральную да то мы все-таки делал вывод что это надпочечник не на почек гипофизарная форма если мы не по не поняли да что то не нашли там или в нашли что-то какую-то бяку непонятно да то мы дальше сдаем либо эндогена ктг то есть это не проба с а когда гата и на измерения а ктг в организме ну либо ориентируемся по узи надпочечников есть еще большая дексаметазоновая проба ее тоже можно делать но она тоже может показать отсутствие супрессии мы тем не менее не разберемся гипофизарная форма у нас и надпочек лучше измерять эндогены ктг про большую дексаметазону и можно забыть и по симптомам обобщим до чтобы мы по кушангу немножко определились из частых признаков которые ну прям вообще часто часто видим на приеме это полиурея полидепсия полифагия часто а дышка но это не такая дышка как при сердечных заболеваниях а вот просто вот так вот постоянно дышит то есть неважно что что пациент делает увеличение живота эндокринная лапеция гепатомигалия то есть на узи часто находится большая печень мышечная слабость гипертензия но чаще она такая несли не слишком значимая менее частые симптомы литургия гиперпигментация комедон и пиодерма то есть такая более так скажем ну тонкая кожа плохой рост шерсти подтекание мочи инсулино-резистентный сахарный диабет ну не сказала бы чтоб менее часто не тоже достаточно часто зависит от того как 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 короче как приглядеться чем лучше приглядеться тем больше симптомов найдешь и по это из нельсона фельдмана в принципе вытяжка нельсона фельдман относится к редким следующие симптомы образования синяков тромбоэмболии разрывы швов паралит лицевого нерва кальциноз кожи псевдомиатония атрофия семянников и стойкий анестрос то есть вот вот этот вот большое большое разнообразие симптомов мы можем наблюдать все пациентов с синдромом кушинга это собаки для кошек кушинг считается крайне редкой болезни то есть за бывает то есть за 10 лет но у меня всего таких 30 3 пациента то есть бывает но редко если говорить о кошек о кошек у кошка то есть для кошек чаще это диабет то есть это чаще диабетик который плохо контролируется и если повезет то у кошек может быть истончение пергаментность кожи но вплоть до отрывания ну либо ничего то есть просто диабет но если мы будем смотреть на узи мы можем увидеть большие надпочечник либо опухоль надпочечника ну и такая такая шерсть как бы вот как будто его взлохматили и как они расправляются все это зуда начинает ну да ядрогенный ядрогенный да ядрогенный конечно мы довести до любого состояния ядрогенном конечно но если так сказать что если сравнить собака кошек кстати про люблю картикастуре да будем еще говорить но у собак чаще гидрогены кушинг а у кошек на фоне ганс чаще диабет то есть они не становятся прям кушенгоидами прямо вот так часто как собаки а у собак то есть развивается кушенка но сахар нормальный а у кошек развивается диабет она кушенгоидов они не становятся похожи то есть это такая у них особенность ну и немножечко подробно поговорим про клинические проявления по коже такой самый вот висячий профиль живота и такой самый классический вариант когда вы такую собаку видите то вот прям прям с порога можно уже думать про кушинку то есть здесь идет перераспределение жира жир переезжает с конечностей в живот вот увеличивается у нас печень в размере за счет того что с под действием глюкортикоидов у нас истончается и мышечный слой и жировой слой на ну как бы наружный даже жировой слой подкожный и в результате у нас слабость мышц идет и живот увеличивается в размере плюс еще у нас есть полиурея полидепсия мочевой тоже большой поэтому живот такой огромный становится да я пока дарались еще скажу вот я узел пациентов с кушингом или не кушинга но это так как собака которая сладно салат на лапках но это такое конечно не не научное замечание но реально у пациентов кушингу это всегда большой мочевой пузырь а у тех которые оказываются не кушинга и даме у них всегда ну то есть маленький но это конечно не берите во внимание но вот что-то такое вот есть то есть реально у пациентов с кушингом ну растянутый мочевой пузырь большой моча быстро собирается вот кальциноз да то есть мы смотрим музей часто видим у кушингоидов то есть эхогенные да эхогенные тени в области почечных лоханок сосудов может быть ну то есть действительно конечно у возрастных пациентов целом так бывает но это такой дополнительный признак который видим кальциноз внутри тоже симметричная лапеция гипотрихоз это общий симптом для всех эндокринопатии которые могут про которую мы сегодня говорим вот на нижней фотографии и справа и снизу это у нас не ротвейлер это сеттер то есть у него просто вот да выглядит как будто ротвейлер но на самом деле это сеттер просто у него попадала шерсть и новые медленно очень растет и поэтому он стал таким короткошерстным еще одним симптомом является чешуйки комедоны и цирруминозный атид это все проявление нарушения кератинизации помню что поговорим просто то есть у нас получается что по действиям стероидов у нас идет активная пролиферация даже не пролиферация а гиперкератоз кожи то есть очень много образуется чешуек и собственно вот мы видим да цирруминозный атид и чешуйки на коже и комедоны кстати почему образуются комедоны давайте поразмышляем подумаем почему комедоны мы видим вообще комедоны что такое комедоны а то я говорю только комедоны комедоны боже что такое комедоны нет не пущи что что жировой секрет но не совсем но близко что именно кератин а что кератин закупоривает фолликул да то есть получается что у нас эпителитом не только снаружи но и внутри фолликула тоже и образование избыточного количества вот этого кератина чешуек она происходит не только на поверхности кожи но и внутри фолликула а еще у нас стероида они воздействуют на коллагеновые волокна и соответственно волосяной фолликул он сам по себе истончается становится более эластичным и он растягивается и соответственно все эти чешуйки они скапливаются в этом фолликуле и мы видим комедоны гиперпигментация и поверхностная пиадерма это общий симптом эпидермальная атрофия это вот то что очень хорошо отличает гиперадренокортицизм от гипотириоза то есть что мы тут видим что глюкокортикостероиды угнетают регистрацию собробластов коллагена и соответственно сама строма кожи она истончается и мы можем увидеть кровеносные сосуды лучше кожа становится более легко травмируется может разрываться за счет того что еще сосуды хорошо видно еще за счет того что атрофия подкожного жира тоже да вы помните перераспределение жира вот кстати говоря кстати говоря вот на картинке вот на животике как чтобы вы подумали что это такое вот такая вот красная бляжка она такая плотная плотная такая бляжка ну так поразмышлять что в этом а вот это вот здесь вот более такой продвинутый случай кальциноза по центру это собачка с хитрогенным кушингом не от неврологов и справа это случай был очень интересный с кальцинозом кожи обычно кальций откладывается дарсально в области шеи лопаток и такой как панцирь черепахи образуются у некоторых так вот эта собака ко мне пришла вот реально с таким вот пальцем уже гниющим и при этом была сделана малодоксинозом проба и она была отрицательна то есть и вот мы с эндокринологом думали ну как будет все говорит за кушинг все но кто-то сделала пробу я не поняла это смирнова наш общий пациент за счет давно вот и и было интересно что интересно было что не были симптомы за кушинг точнее так какие-то были слабые системные признаки такие какие-то неявные но он похоже ядрогены ты говоришь по центру это ядрогена я щас говорю про право и про право и да это потому что в случае ядрогенного случае ядрогенного кушинга мы не делаем малую токсинозоновую пробу потому что мы собираем анамнез люди говорят что мы принимаем глюкокортикостероиды и этого нам достаточно чтобы сделать вывод что есть ядрогенный кушинг то есть бывают такие ситуации ну но бывает когда но мы забыли спросить точно ну или как-то люди там не не сказали например сделали пробу а там все низкие значения вот синистские значения нам говорят о том что но у нас ядрогенный кушинг то все гормоны кортизол подавлен за счет того что в организм поступают глюкокортикостероиды то есть это считается что опростовалось, когда назначили хитрогеновому кушангоиду малую дексаметазоновую пробу, потому что нам достаточно просто анамнеза, и ну то есть пробу делать не нужно. Всегда нужно спрашивать очень так подробно, потому что люди, ну то есть, например, при низолонодексаметазоне есть же глюкокортикостероиды, которые не называются так. То есть бывают такие названия, которые даже я не знаю, что там есть глюкокортикостероиды. Да, то есть типа того. То есть я так прослушала, но вроде нет. То есть делаешь, а потом получаешь такие цифры, а потом уже спрашиваешь, пожалуйста, пришлите мне список всех лекарств, которые принимает пациент. И потом смотришь в интернете, а там оказывается ГКС. То есть вот нужно очень четко собирать лекарственный анамнез. И еще варианты, когда капли уши, да, то есть тоже ГКС там, всякие варианты, ну что вы назначаете там. Ну вот если долго-долго использовать сильные стероиды местные уши, туда тоже можно заполучить. Либо когда люди сами начинают. То есть дерматолог назначил там, например, раз в неделю или что, то есть люди пропали, там, ну вот нам помогает, и мы капаем, 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 вот. И приходит, приходит гетерогенный куш. Ну бывает, что вытекает, ну то есть, у кошек, то есть капли вытекают, там они слизывают. То есть если капли попадают в рот, то есть, ну они более, так скажем, более кушенгогенные, чем если в таблетке просто ГКС внутрь шло. Поэтому да, я хотела добавить по поводу именно пациента, который на фотографии справа, это вот очень странный был случай, да, когда системные признаки были слабые, но при этом кальциноз был просто жутчайший. И мы там его проверили на другие варианты, там при некоторых грибковых может быть болезнь, описывают, что типа при почечной недостаточности может быть, но я ни разу не видела и от коллег тоже не слышала, только в книге читала про это, да. Но вот в результате просто повторили несколько раз пробу, и в результате она стала положительной, то есть больше стало, ну как бы развиваться системные признаки, и собственно диагноз был поставлен. Но именно у этой собаки почему-то все началось именно с кальциноза. Почему он возникает, пока что непонятно. Ну как бы предполагаю, что возможно есть какая-то, ну из-за того, что стероиды воздействуют на коллагеновые нити, они становятся более привлекательными для отложения соли и кальция. Ну как бы предполагаю так. Почему? Непонятно. Цитологию, когда мы берем, кальцинаты тоже можно увидеть. Вот на правом слайде там это окрашенный мазочек, по центру вы видите. Ну честно, как грязь какая-то, если честно. Плохо видно, естественно, потому что это фотография, но если вы будете играть микровинтом, то вы увидите, что здесь грани такие, явно кальций. Вот здесь тоже видите такие. Ну прям явно кальций. Ну, ну там, то есть нужно постоянно смотреть, чтобы различать. Да нет, это не сложно. Там микровинтом просто повертили, увидели грани, все, это кристаллы. Увидели симптомы кальцината. Ну в принципе да. Я бы и не стала, в принципе. Как это не стало? Если там... Ну если я вижу, что кушенгоинт с кальциносом... Если есть кальцинос, обычно есть пиодермия. И мы поэтому в любом случае берем цитологию. И берем соскоб. Поэтому в любом случае вы соли кальция увидите. В целом, если пациента очень кальцинос сильно выражен, ну то есть такой, что вы видите, что он сразу не пройдет. Ну то есть бывает незначительный кальцинос, и я лечу просто кушенг, и он со временем сам кальцинос проходит. Но есть пациенты, у которых... Ну то есть он очень так сильно выражен, так плохо выглядит. И я знаю, что на это... Ну то есть на нормализацию уйдет некоторое время, да, когда мы назначим тарил, что нужна помощь дерматолога. И вот в таком случае дерматолог смотрит, ну там и назначает, лечит пиодермию непосредственно, помогает улучшиться кальциносу. Да, такие варианты есть. Добавлю, что препараты, которые рассасывают кальций, на самом деле вот один, который более-менее это делает, это димексид. То есть можно делать примочки с димексидом, подобрать концентрацию оптимальную, чтобы она не раздражала, и вот тогда, ну, не всегда получается растворить, но в половине случаев получается. Да, естественно, конечно, это генериализованность процесса. И по общему анализу мочи, то есть почему мы кушингоиды берем общий анализ мочи. Ну, то есть в классическом проявлении у кушингоидов, у нас есть полиурея, полидепсия, и плотность мочи снижается, да, то есть мы в целом должны мочу всегда смотреть. И у большинства кушингоидов будет протеинурия. Если, например, у нас есть кушинг на начальной стадии, то есть есть кушингоиды, у которых я знаю, что есть синдром кушинга, но симптомы выражены не настолько сильно, чтобы начинать лечить. То есть это еще отдельная, так скажем, история про то, стоит ли кушинг лечить в данный момент или нет. То есть все зависит от степени выраженности симптомов. Вот, в случае, если, например, мы знаем, что есть кушинг, и мы, например, пока на данный момент еще не готовы лечить, например, нет выраженной полиуреи, полидепсии, нет полифагии, то есть какие-то там незначительные кожные поражения, например, то есть незначительный гипотрихоз. Бывает так, что симптомы выражены незначительно, то мы можем ориентироваться по степени нарастания протеинурии, когда начинать лечить кушинг. Бывает, что у кушингоида небольшая протеинурия, но каждые 3 месяца они сдают мочу, и мы видим, что протеинурия нарастает. И вот когда протеинурия нарастает, это значит, что повод уже лечить кушинг появляется. Про бакпосев. У кушингоидов, кортизол, ГКС, иммуносупрессивное состояние, очень много пациентов, у которых есть субклинические инфекции в мочеводелительной системе. Бывает так, что мы назначаем витарил, кушингоид просто много пил и писал, а мы назначили витарил, и кушингоид начинает писать с кровью много и часто. И, короче, люди говорят, вы что там, нам вообще убить собаку хотите? Ну, то есть мы начинаем лечить кушинг, кортизол падает, и появляется иммунный ответ на эту бактериальную инфекцию. Поэтому, ну, то есть заранее, если мы по общему анализу мочи видим какие-то признаки воспаления, хотя бы минимальный бакпосев, все-таки стоит брать, чтобы одновременно с началом кушинго мы могли начать лечить бактериальную инфекцию, чтобы не было вот такой ситуации, когда мы начали лечить кушинг, а стало еще хуже, появилась кровь. Вот, то есть бакпосев кушингоидам чаще нужен. Про гипофизарный, да, то есть я вам немножко упомянула, что есть разные варианты кушинга, да. Давайте еще раз с вами спрошу вас, сможете мне назвать три варианта кушинга, которые существуют? Да, то есть ятрогенный кушинга, когда мы сами его вызвали, либо кто-то до нас, гипофизарная форма и надпочечная форма. Да, вот эти три основные варианта есть. То есть стоит помнить, что существуют разные варианты. В случае гипофизарной формы, ну, в России в целом, ну, и в некоторых странах используется препарат Витарил. То есть это препарат выбора, мы не действуем, мы сейчас не лечим, ну, то есть мы не излечиваем проблему, потому что при гипофизарной форме мы помним, что есть аденомогипофиза, она там так и остается. То есть Витарил у нас блокирует синтез кортизола на уровне надпочечников. В будущем, возможно, появятся другие способы лечения, которые будут направлены именно на аденомогипофиза. То есть, в принципе, у меня есть несколько пациентов на Каберголине. Кто помнит, что за препарат Каберголин? Да, да, то есть это кушингоиды с макроаденомой гипофиза, это есть несколько статей. То есть, короче говоря, макроаденома, то есть это большая аденома, которая вызывает синдром кушинга, и параллельно еще неврологические признаки. То есть это, считай, пациенту крышка, ну, потому что часто эти образования большие. Хирургия пока все-таки не так, как скажем, настолько, на 100% успешна, как, например, то есть есть клиника в Утрихте, Утрихт, что-то страна забыла, да, Нидерланды. То есть у них всех кушингоидов они лечат гипофизектомиями. То есть неважно, макроаденома, микроаденома. То есть у них, ну, то есть прям очень высокий процент удачных вариантов. Я думаю так, если бы мы тоже всех кушингоидов лечили бы гипофизектомиями, то тоже были бы хорошие результаты. То есть когда удаляешь маленькую аденому гипофизы, это совсем другое, когда удаляешь большую. То есть в случае в наших условиях с макроаденомами, то есть у меня есть несколько пациентов на каберголине, которые хорошо улучшились. То есть каберголин действует именно на гипофиз, которые улучшились в плане неврологического проявления. То есть это, скажем, такая палеотивный вариант, либо гипофизектомия. В случае гипофизальной формы, когда нет неврологических признаков, мы выбираем витарил. Витарил в стартовой дозе 2 мг на 1 кг в сутки. Очень важно помнить, что дается этот препарат с едой, и его нельзя делить. То есть нельзя раскрывать капсулы и растворять с едой. То есть он должен попасть в организм собаки внутри капсулы. И очень важно, когда мы назначаем витарил, проговорить о том, какие могут быть побочные эффекты, потому что это очень серьезный препарат, он действует и блокирует кортизол. Если кортизол в большом количестве проявляется, ну вот так, ну она пьет и писает, уже год пьет и писает. Много, ну то есть что-то вялое такое, не слишком, то есть она не умирает из-за большого кортизола. А вот если кортизол будет низкий под действием лекарства, могут проявляться симптомы гипоадренокортицизма. То есть это вялость, анорексия, рвота, низк, да, то есть адисон, да. То есть может все закончиться даже смертью. Но если, ну то есть, ну так, конечно, редко бывает, но лучше предупреждать владельца о том, что обязательно важно следить, чтобы все было нормально, чтобы не было рвоты, расстройства стула, дрожи, там низкого температуры, низкого пульса. И в случае, ну то есть у меня есть лично памятка, то есть я даю памятку, проговариваю эти симптомы, чтобы себя, ну грубо говоря, даже больше себя предостеречь, потому что если ничего не сказать, а вы принимаете витарил, что-то случится и скажут, что вы что-то нас убить хотите. Вот, то есть нужно всегда говорить обо всем. И когда мы назначаем витарил, мы обязательно должны через некоторое время проверить, насколько у нас все идет хорошо. То есть нужно подобрать еще дозу. Для контроля дозы мы можем использовать два варианта. Раньше мы классический вариант использовали, это проба с АКТГ. Сейчас, в последнее время, чаще мы используем привитарилкортизол. Сейчас я не помню слайд, у меня есть. Сейчас, секундочку, нет. Ну, в общем, в целом, привитарилкортизол удобнее, дешевле. То есть что значит привитарилкортизол? То есть мы назначили витарил, и пациент принимает, принимает витарил в одно и то же время с утра. И мы сдаем, ну примерно через 2-3 недели, кортизол перед очередным приемом витарила. Ну то есть, например, в 9 утра принимает пациент витарила, мы должны сдать базовый кортизол, ну допустим, с 8 до 9. То есть до очередного приема, то есть под конец действия предыдущей дозы, поняли, да? То есть здесь не нужно вводить ни синактен, не нужно ничего. Просто сдаем базовый кортизол, он просто будет называться привитарилкортизол, чисто по факту того, что мы сдаем его перед очередной дачей лекарства. Вот, и смотрим на его уровень. Есть там в интернете, ну то есть, так скажем, схема, как мы будем, ну то есть, руководствоваться дальше по цифре. Привитарилкортизола. Либо пробосокотега, ну пробосокотега я уже, в принципе, давно не делала, кушенгоидом чаще с привитарилкортизолом. Ну тут памятка, вот у меня памятка, но опять же, наверное, не сможете скачать. Кому очень интересно, можете просто подойти, и мы вот эти все QR-коды откроем по очереди на компьютере. Я хотела вас спросить, сколько вы назначили витарила собаке весом 6 килограмм? 10, да, все правильно. То есть, в случае с витарилом мы, ну то есть, выбираем просто подходящую капсулу, и лучше округлить всегда в меньшую сторону. То есть, в случае 6 килограмм, да, мы 2 умножаем на 6, у нас получается 12. Самая ближняя дозировка к таблетке, это 10 миллиграмм, назначаем 10 миллиграмм. Вот, то есть, в любом случае, мы про витарил помним, что лучше назначить меньше, чем больше. То есть, лучше всегда округлить в меньшую сторону. Так, ну вроде бы мы укладываемся. Про кушинг есть какие-то вопросы? Все ли понятно? Укладывается витарила вопрос. Да-да. Вот, допустим, мы ведем, ну, специально при витариле кортизола, к примеру, нам нужно витарил поднять дозировку. Вот, допустим, вот этому пациенту 6 килограммовому нам нужна капсулу 10 миллиграмм. А, допустим, пересчитали дозу, ну, там 15, допустим, да, вот как поднять капсулу? Там есть 10, а есть 30. Да. 10 уже не можно. Здесь у нас несколько вариантов. То есть, например, если это только начало, то есть мы с самого начала назначили, и, например, через 2 недели мы, ну, то есть пригласили пациента и видим цифру при витариле кортизола, например, 400. В случае, когда вот у нас сильно, там норма, мы должны попасть в 140-160, что я не помню точную цифру, ну, вот 140-160. То есть мы должны попасть вот в 70, не ниже 70, не выше 140-160. Если у нас сильно значительно выше, то мы повышаем, и обычно после 10, мы даем 20, то есть 2 капсулы по 10. Если, например, у нас значение 200, то если я знаю, что пациент всего лишь 2 недели принимает витарил, я скажу, что еще пока подождать. То есть, возможно, через 2-3 недели это 200 уже станет 140-160, то есть в этом случае даже, может быть, я не буду повышать. То есть, ну, вот так вот оно и есть. Если, получается, что мы такой разгромим тозу, да, в капсуле, вот 10-30... Если у нас есть необходимость поделить, да, то есть, например, что 20 мы боимся, что много, 10 недостаточно. Здесь два варианта. Либо мы можем давать 10 и 10 2 раза в сутки, ну, то есть разбить на 2 раза в сутки. То есть он принимал 10 раз в сутки, а мы можем дать 10 утром, 10 вечером. Либо мы можем разделить капсулу 10 мг на 2, чтобы получить 15. Но если мы делим, то мы обязательно, да, то есть должны заложить препарат обратно в капсулу и делить в перчатках, в маске. Ну, то есть потому что это лекарство, которое действует на людей, так же, как и на собак. То есть это считается опасным. Лекарство его желательно крайне не делить. Я редко, когда назначаю делить, то есть обычно вот, ну, повышая вот так вот, как я сказала, то есть 10, 20, 30, и обычно, ну, ничего плохого не случается. Спасибо большое. У меня был вопрос. У меня на собаке был диапретентный дужен, вот, постепенно сняли с глюкокартикостероидов, и уже прошел месяц, и у нее симптоматика осталась. У евреев и депсия исключали другие, эндокринная патология. Через сколько после, например, вообще кушинга, вы должны симптоматика происходить? Ну, у меня были пациенты, которые, например, 3 месяца. Симптоматика сохранялась. То есть 2-3 месяца, в принципе, да, еще есть. Месяц точно или даже 2 подождать, изменится ли. Пока они не паниковать? Ну, пока нет, да. Ну, и, естественно, еще интересно в целом, что за пациент. То есть какой возраст, какая доза была, то есть чем болел, то есть тоже нужно оценивать. Как надпочечники выглядят? Потому что бывают пациенты, у которых есть, ну, ты думаешь, что есть ядрогенный кушинг, а на самом деле получается не ядрогенный. То есть мы отменяем ГКС, ожидаем, что все пройдет, а оно все не проходит, не проходит, не проходит. То есть и в целом глобально таких пациентов, то есть если это ядрогенный кушинг на 100%, мы чаще увидим уменьшенные надпочечники. Ну, то есть либо нормальные, либо уменьшенные. У пациентов, у которых есть, ну, то есть спонтанный кушинг плюс ГКС, Вот такая непонятная ситуация На УЗИ мы можем увидеть, что надпочечники не уменьшены Они, скорее всего, даже чуть-чуть увеличены И когда мы хотим дифференцировать ядрогенный от спонтанного кушинга То есть в такой сложной ситуации, когда вроде бы ГКС принимает, вроде должен быть ядрогенный То можно делать пробу с АКТГ То есть в случае ядрогенного кушинга, когда непонятно То есть дифференцировать можно пробу с АКТГ Но это, в принципе, очень редкие варианты Чаще мы со временем убеждаемся, что симптомы не проходят Смотрим УЗИ, надпочечники не уменьшены Есть признаки кушинга, они дальше развиваются И мы просто через некоторое время делаем малую дексамизоновую пробу И подтверждаем обычный кушинг То есть такие пациенты бывают Обычно 2-3 месяца точно жду И потом еще месяц смотрим Чтобы точно убедиться, что эти симптомы присутствуют Ну и нет других причин к полиурии и полидепсии, например То есть посев мочи, пилонефрит бактериальный Как самая распространенная причина Тем более, если пациент был длительно на ГКС У него была иммуносупрессия То есть есть предрасположенность к бактериальным инфекциям То есть такое тут нужно разбирать индивидуально Да, да, и просто ждать Да, 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 и просто ждать Все понятно, да? Более-менее А удалили надпочечник и что стало с пациентом? Как бы довольно качественно прошло В логистологии Ну такая ситуация То есть еще раз Здесь нужно было удалять надпочечник? Или нет? Вот Да, то есть вот есть вариант У меня тоже был такой пациент в практике Который, грубо говоря, удалился почти зазря То есть, ну может быть, это такой вариант То есть мы смотрим, да, то есть пациент, который жалуется на все симптомы Кушинга Смотрим УЗИ И вот как в вашем случае, да, я увидела, что есть образование надпочечника Такое, ну то есть прилично, там было 2 см на одном полюсе у правого надпочечника И второй надпочечник был странновато не уменьшен Ну то есть он был такой даже чуть вот на максимальной границе То есть в принципе обычно, если я нахожу опухоль надпочечника одного Я ожидаю, что второй будет маленький А тут он был не маленький Ну это было года 4-5 назад И значит мы делаем пробу Проба у нас что-то типа 300, 200, 240, 270 То есть что-то вот как бы вроде есть, а вроде нет То есть вроде как будто гипофизарный То есть и вот в этом случае КТГ, по-моему, тогда еще не делалось И ну то есть удалили надпочечник То есть в целом на первом этапе симптомы улучшились, да, то есть вроде как прошли Естественно он принимал витарил Всегда, когда у нас есть Кушинг И мы хотим даже сделать операцию, если у нас надпочечниковый Кушинг Мы подтвердили, мы назначаем, чтобы подготовить пациента Чтобы у него лучше заживала кожа, лорана Потому что если Кушинг годится со всеми клиническими симптомами То есть он может плохо заживать То есть особенно с диабетом Вот поэтому чаще мы назначаем витарил А потом симптомы Кушинга потихонечку стали возвращаться И тот второй надпочечник вырос Ну здесь два варианта Может быть изначально был гипофизарный Кушинг И опухоль надпочечника вообще никак Была просто случайная Аденома, да, тоже пришла аденома Может быть у пациента был сочетанный вариант Когда есть и надпочечный Кушинг, и гипофизарный Кушинг То есть в вашем случае время покажет, что будет То есть будет ли возвращаться симптоматика Ну то есть это вот такой сложный случай Ну в целом при Кушинге часто понижается Т4 Но это не называется гипотиреоз То есть он не развивается как клинический гипотиреоз Просто под действием кортизола Т4 понижается Его лечить не нужно То есть редко, когда у пациентов Одновременно есть и гипотиреоз, и Кушинг Но это отдельная история То есть достаточно редко встречается Но бывает Так Теперь пациент номер 3 Настя, готовься тоже Значит у нас пациент номер 3 Тоже такса по кличке Федор Вот такой вот кабель 11-летний Не кастрированный И на что жалуются владельцы То есть владельцы жалуются, что потерялась шерсть Примерно в полгода То есть стал терять шерсть И в целом больше особо ничего не беспокоит Ну то есть мы спешим Пьет и писает, а сколько пьет и писает А точно ли норма писает и пьет Ну то есть всегда дотошно спрашиваем Вроде как ничего владельцев не беспокоит Слизистые, бледно-розовые Тургор кожи нормальный Кондиция 5, может быть 6 из 9 То есть более-менее обычный Асклюлтация нормы И мы видим вот такой гипотрихоз В задних ушах То есть тело На что похоже так в целом? Попробуйте поугадать Нет, ну а может быть и патернолопеция Почему нет? Ведь ничего же не беспокоит Ну здесь писюна пишет Ну да Ну то есть отметили Да, то есть в целом В целом все три заболевания Мы должны подозревать Да, да, все три заболевания Мы должны подозревать Вот, ну действительно писюн отвисший То есть взгляд, который цепляется за писюн Он обязательно поймет в чем дело То есть нужно действительно всегда смотреть То есть здесь все в принципе нормально СНК 3 секунды Теперь отверт 38,2 ЧСС нормальное Давление нормальное Вот сзади пациент вот так выглядит То есть такой полукрысиный потертый хвостик Вот, яички обязательно надо прощупать Вот, то есть в целом у этого пациента Немножко тут правое яичко затерялось Но оно было чуть меньше, чем левое Но, когда вы ощупываете яички Даже если они нормальные на ощупь Все равно нужно сделать УЗИ Потому что были ситуации, когда Ну то есть щупаешь нормальные яички А смотришь на УЗИ, а там опухоли Поэтому УЗИ это очень важный метод в этом случае Ну у данного пациента левое отличалось от правого И мы в целом, как бы, даже не буду, наверное, спрашивать В первую очередь, конечно, начинаем подозревать гиперэстрогенизм Но гипотиреоз, гиперадренгоцизм, паттернолапеция Все-таки может быть как вариант Особенно если, например, яички нормальные на ощупь Хотя УЗИ всегда нужно делать Даже если у нас кушенгоид, всегда надо смотреть яички И гипотиреозно Короче, всем надо смотреть яички Какие бы исследования Вы бы предложили данному пациенту Ну, чтобы в целом Ну, стандартно, да, все Да, то есть обязательно мы смотрим все общие анализы Ну, Т4 как сходу не сдаем Но если, например, предположить Что у этого пациента с семенниками все нормально То есть можно было бы и смотреть Т4 Но с учетом того, что нормальная температура Гипотирмия, я не знаю, почему я написала здесь Т4 Короче, стерли у себя из головы Т4 не нужно Вот, то есть мы смотрим УЗИ брюшной, УЗИ семенников Ой, у меня УЗИ семенников на моем компьютере осталось Ладно И по анализу крови мы видим вот такие вот изменения Да, то есть гемоглобин, эритроциты, тромбоциты у нас ниже нормы Вот, то есть мы помним, что эстрогенизм может вызывать такие изменения В биохимии там было все нормально И по УЗИ, это картинка, то есть мы увидели как раз в левом семеннике вот такое вот образование И он в целом побольше, чем правый И в данном случае, в принципе, то, что мы подозревали То есть висячие припуции нам, в принципе, говорит о том Что очень вероятно у пациента есть именно гиперэстрогенизм Настя, давай про гиперэстрогенизм поподробнее Слушай, там первый QR-код, он не работает, потому что на Бизон выходит Нужно сделать отдельный слайд А с этим QR-кодом, вот, кстати, во втором памятка работает Нужно отдельный слайд И Квизис еще сейчас сделаю Ага, сейчас, ага Проверный 0507, если что на моем компьютере А может быть здесь, чтобы на экране было видно Квир-код не будет работать Нет, я с QR-кодом пробегусь на... А, ну ладно Гиперэстрогенизм, причины гиперэстрогенизма Чаще всего это опухоли семянника Это в основном опухоль сиртоли именно Реже из интерсоциальных клеток Намного реже бывают все остальные причины, которые здесь перечислены То есть кисты яичников, опухоли яичников Нитрогенный источник Патология периферического превращения гормонов Это вот у людей в основном описано У животных тоже бывает супер редко Это обычно, когда связывание идет, короче говоря, гормонов При патологии печени, при циррозе В циррозе у нас бывает супер редко Поэтому основная причина — это опухоли семянника Значит, у самцов миниатюрных шнаутеров есть наследственность некоторая И у самокандистских бульдогов тоже есть предрасположенность к поликистозу яичников По клиническим признакам, как обычно, у нас билатеральная симметричная лапеция Как говорит Аня, смотрим на писем Отвисание и трепуция Отвисание — это один такой из симптомов И, кстати говоря, есть еще характерный симптом для самцов Сейчас вернусь к самкам Это линейный припуциальный дерматоз Когда у нас есть... Где, где, где? Вот захотелось мне про это начать рассказать Линейный припуциальный дерматоз Когда есть эритемия и гиперпигментация вдоль припуции Как бы стрелочка, указывающая, куда надо смотреть, где надо искать И, помимо прочего, есть феминизация кобелей То есть идет влечение к самцам Снижение либидо Часто бывает простатит В общем, такая неудачная личная жизнь Общим симптомом также являются комедоны Вот у меня попалась вот такая собака С удивительным количеством комедонов в промежности Дополнительно есть сухость кожи с атрофией И частенько можно наблюдать гинекомастию За счет сочетанной выработки прогестерона Вот это вот пациент с ртолиомой И у которого не было симметричной спонтанной аллопеции У этого пациента развивалось все как раз по принципу пиодермии То есть началась пиодермия Несимметричная аллопеция Очаговая даже местами Но при этом Такие довольно характерные То есть там был увеличен семяник И там немножечко у меня было настроение Не очень хорошее В том плане, что я не очень разговорчивая И когда пациент пришел Я посмотрела, увидела, что семяник увеличен А жалобы у владельца были Не то, что полосила собака И какая-то корочка какие-то появилась Я посмотрела Я говорю, вам надо идти делать узи семяника и на кастрацию И на меня это все ясно, все понятно А он на меня смотрит Он пришел вообще-то с кожи А его тут кастрировать отправили Ну и в общем То есть именно общение с пациентом очень важно Потому что кожа и семяники Как это может вообще быть связано Нужно людям объяснить Каким образом это все связано И почему мы должны делать именно это У сук в основном Это у нас гипертрофия вульвы Сосков Часто мы можем наблюдать нарушение цикла Нимфоманию Ложную беременность У кошек это бывает очень редко В частности у нас в основном все кастрированы Большинство Но может быть бесконечный цикл По клиническим признакам другим Что мы чаще всего можем наблюдать Чаще всего может быть именно милотоксичность Важный такой момент Бывает, что эстрогены очень сильно влияют Так, что даже Это может быть даже единственным симптомом То есть эстрогенизма Анемия Которая не поддается контролю И когда вы видите анемию То надо задуматься об этом диагнозе Диагноз ставится с помощью УЗИ Дополнительно можно взять цитологию Препульциального мазка Ну и в общем-то В принципе все Анализы В данном случае у нас не информативные В основном Потому что это связано с тем Что большое количество разных генов Очень большая разница по нормам В плане во время цикла И вообще Это не особо информативно То есть мы ставим диагноз Основываясь на истории На клинических симптомах Ну и собственно Дополнительно проводим УЗИ Лечится в общем-то довольно просто Это гастрации И еще хотела сказать про нитрогенные источники Нитрогенные источники Источником могут быть даже крема с эстрогенами у владельца То есть если хозяйка Такими кремами пользуется Собака ее потом лижет То собака может иметь такое заболевание Поэтому сбор анализа Очень-очень важен При всех При эндокринопатиях При различных герметологических проблемах Это основа для постановки диагноза Поэтому я трачу на приеме Примерно 20 минут На то, чтобы просто поговорить с владельцем И собрать всю информацию И уже говоря Даже не видя животное Просто разговаривая с владельцем Я уже в голове выстраиваю диагнозы И понимаю, что мне нужно поискать Что еще спросить Что посмотреть Значит, именно отрастание шерсти После кастрации Обычно происходит спустя 3-6 месяцев Сертолиомы Они обычно редко метастазируют То есть Обычно у нас онкологи не обследуют Или делают компьютерную томографию Не обследуют Но если вдруг вернулись симптомы То есть акцидивировала Проблема Значит, имеет смысл поискать метастазы Ну и если выражена мелотоксичность То есть мы должны корректировать Эту ситуацию Значит, основное Что мы поняли По этой проблеме Это феминизация Нарушение цикла Гипертрофия гульвы И мелотоксичность То есть основное Что можно взять Это, кстати, по самкам По самцам Это оттисание пекуция Увеличение семейника В общем-то Это прям Такой симптом Характерный Но помните о том Что опухоли бывают Маленькие Могут вырабатывать Гормоны Поэтому Нюзи делать обязательно Хотя вот в моей практике Ни разу не встречалась Такая Такая собака Которая вот Имела бы маленькую опухоль И при этом Имела бы симптомы Гиперэстрогенизма У тебя встречались Такие животные? Ну вот Размер той опухоли Был не слишком большой Но были симптомы Гиперэстрогенизма Визуально Было ли видно Что один семяник Больше другого? В этом случае Да, но он был сам побольше Но бывают Разные ситуации То есть в принципе Я говорю, что нужно Всегда смотреть на УЗИ Даже если по размеру Семяники одинаковые Так, ты же еще хотела сказать Так, ну Подвести итог? Да, подведем итог Я имею в виду Что игру Мы хотели еще вам тест дать Но я подумала Что сначала мы пообедаем А потом после обеда Вот закрепим Вот эти три болезни Которые у нас Сегодня Вы прослушали Ну, чтобы понять Что вы не прослушали А что-то вошло Потому что это все сложно Очень базово Я надеюсь Что у нас Что-то вошло Поэтому сейчас Или облегчить Или облегчить В следующий раз Или как есть Как есть Хорошо Я имею в виду Может быть Может быть Кому-то интересно Там больше Знаете Там физиология То есть Всякие названия Там такие Вот прям Суперзасложные Нет Не нужно Да Ну, слава богу Вопрос Как ты хотел Да Ну, не слишком частый симптом То есть Например Я чаще видела Мелотоксичность Более выраженную Например Если это Ну, то есть Некастрированный Крипторг Да То есть И у него там Внутри развивается Ну Ну Значительно Да Образование Тогда Прямо Мелотоксичность Выражения В нашем случае Например Вот у этой собаки Была небольшая опухоль И Аниме Была небольшая И она проявилась Ну, то есть Например Вот они говорят Что полгода Примерно он лысеет И вот потихонечку За полгода Вот только Вот такой уровень Ну, то есть Поняли, да То есть Там эритроциты Четыре Что-то там То есть Не слишком сильный Но обычно Все-таки Ну, редко Когда встречаются Пациенты Чтобы было сильнее Чем Вот Как в этом случае Есть Было пару Пациентов В итоге Еще выяснилось Что есть метастазы То есть Есть опухоль Семенника Большая Была Ну, то есть Там такая гигантская Плюс еще метастазы И Мелотоксичность Там Эритроциты Гематокрит Был там В районе 17 И ему Делали переливание И Потом назначали Еще стимуляцию Гемопоэза И все равно Он вот То есть Так и остался То есть Есть варианты Когда То есть Не проходит То есть Настолько Мелотоксичность Выражена Настолько Костный мозг Пострадал Что он Либо ему Очень много Времени Нужно Восстановиться Либо он Вообще Не проходит Ну и вот В этом случае Мы искали Метастазы И нашли Что в печени Растут Метастазы И короче Они выделяют То же самое И онеме Не проходит Бывает Бывает Ситуация Что просто Нужно Больше Времени Чтобы Костному Мозгу Восстановиться То есть Разные Ситуации Бывают Ну тогда Можно Отдохнуть Пообедать И в 3 часа Тогда Собираемся Продолжаем Я знаю Почему Подумала Потому что Я хочу Чтобы Было Видно На экран Поэтому Должна Запустить Здесь И сделать Здесь QR-код И я Пробегу С телефоном Люди Просто Сканируют С моего Телефона QR-код И Собираются Да Тогда Все Будет На экране Видно Да Конечно Ты сделала Памятку Смех Слайд Вот И надо Сделать Ссылочку Ты точно Будешь Сбегать Одну Секундочку Нам нужно Сделать Отдельный Приснется Все Метки С Отдельный Слайд На каждой Слайд Приснется Приводить На Тапку